Если я один остался у стойки, значит в студии гость. Я рад его представить. Вячеслав Мартынов, заместитель председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым. Доброе утро, Вячеслав. Доброе утро, Александр. Здравствуйте, Антонина. Приветствую вас, уважаемые крымчане. Как вы бодро с нами поздоровались. Значит, утро нового дня у вас началось, судя по всему, весело. Ну, видите, в прошлый раз мы встречались в 7.20 и пришлось в спички вставлять в глаза. Сегодня уже 8.20, утро, можно сказать, в полном разгаре, так что и сила есть, и энергия, и желание поговорить о наших предстоящих увеличениях в тарифах. Ну, смотрите, раз вы так бодро ворвались в наш эфир, уже 8.30, мне кажется, самое время переходить к серьезным темам. Расскажите, пожалуйста, новые тарифы на газ с 1 февраля 2020 года планируется вводить? Или уже это точная информация? Да, эта информация уже абсолютно точная. С 1 февраля нас ожидает небольшое повышение. Составит оно 37 копеек на кубическом метре газа. Для тех людей, кто потребляет 3 тысячи с половиной кубов в год. Составит эта сумма 5 рублей 56 копеек. И я бы хотел здесь немножко рассказать о том, что в Крыму, в одном из немногих регионов Российской Федерации, тарифы в сфере газа дифференцированы. Что это означает? Это говорит о том, что если человек весь год потребляет экономно газ, то его цена до 3,5 тысячи кубов в год является льготной. Вот эти самые 5,56 являются льготными. Но если человек расходует газ неэффективно, да, он там топит, я не знаю, сарай или еще там что, у него получается расход свыше 3,5 тысячи кубометров в год, то вот уже свыше этих кубометров он платит по цене 8,65. Призвано это для того, чтобы наши уважаемые крымчане, ну и, знаете, на нас с завистью смотрят другие регионы, потому что у нас есть такая возможность ввести это и принудить, скажем так, население к экономии. У других регионов, к сожалению, этой возможности нет. И поэтому наши вот эти дифференцированные тарифы, они очень эффективно позволяют экономить ресурсы. Они также есть у нас и в электроэнергии, что тоже приводит к определенной экономии. Но что же такое тариф на газ? Я бы хотел сегодня немножечко рассказать населению побольше об этой части, потому что все мы понимаем, да, что платить надо. А за что мы платим, что это в себя включает, мы, к сожалению, не всегда знаем. Делаем... Стас Сергеевич, позвольте я к вам тоже приду. Давайте, Александр, давайте. Так все-таки, спасибо. Вы можете брать ручку, листочек. Да, я, к сожалению, за газ не плачу, у меня это делает другой член семьи. Но вот интересно, а что же входит в тариф? Да, давайте мы с вами поговорим об этом. Значит, на сегодняшний день тариф на газ состоит из пяти составляющих. Самая важная и самая дорогостоящая составляющая является оптовая цена на газ. Ее устанавливает Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации. То есть это происходит на территории города Москвы, да, скажем так. Вообще в Крыму и в Севастополе уникальная ситуация, ну, так как мы уникальные регионы, нам выданы уникальные полномочия. Только Севастополь и только Республика Крым на территории всей Российской Федерации могут устанавливать тариф на газ для населения у себя сами. Везде это делает все федеральная антимонопольная служба. Это связано с нашими особенностями и связано с нашим планом, графиком. А почему такие преференции? Расскажу. Дело в том, что когда мы входили в состав Российской Федерации, то все тарифы, которые были у нас, были намного ниже, чем у наших соседей даже по Южному Федеральному округу. И эти тарифы, к сожалению, являлись ниже экономически обоснованных. Что такое экономически обоснованный тариф? Это тот тариф, который требует реальный денег, 100% денег. То есть мы понимаем, что если бы эти тарифы сразу вышли на уровень экономически обоснованных, то наше население начало бы в 2-3 раза ежемоментно одновременно платить. И поэтому был разработан специальный поэтапный план повышения этих тарифов, для того, чтобы мы плавно и спокойно пришли к тем ценам, которые находятся на Южном Федеральном округе. И вот сегодня мы постепенно уже подходим к этой грани. Но на сегодняшний день до 1 июля 2021 года за нами остаются вот эти вот наши особенности. Скорее всего, ну, периодически их продлевают. Скорее всего, с 2022 года повышение будет уже один раз в год, как на всей территории страны. И будет оно составлять всего 3%. Это примерно уровень инфляции. Скажите, а насколько в данный момент отличаются цены в Крыму и на территории Материката? Ну, на сегодняшний момент где-то около полутора рублей мы меньше, чем соседи по Южному Федеральному округу. В этом году повышение на газ будет дважды. С 1 февраля тариф увеличится на 37 копеек. И с 1 июля увеличится еще на 47 копеек. То есть с 1 февраля, это получается уже в марте, да, то есть мы, наши уважаемые крымчане, должны будут заплатить 5 рублей 56 копеек за 1 кубометр потребленного газа. Это для вот тех экономных людей, которых, тотальное большинство, которые потребляют 3,5 тысячи кубометров в год. С 1 июля эта цена составит 6 рублей, по-моему, 3 копейки. Скажите, когда цены наоборот будут падать? Ну, к сожалению, такая тенденция не только у нас. Это общемировая практика повышения цен. Но я вам хочу сказать, что, например, на отопление в этом году цены упали. Гигакалория. Дело в том, что наше правительство, безусловно, мониторит ситуацию и старается принять меры. И вот в двух отраслях, это водоснабжение и теплоснабжение, главой республики Сергеем Аксеновым было принято решение об установлении верхней планки. Эта верхняя планка касается воды 3,155, не выше, и водоотведение, канализация 3,155. И это касается теплоснабжения. И если в предыдущем сезоне, скажем так, отопительном, гигакалория доходила в некоторых регионах до 3,000, то в этом году установлена четкая планка 2300 рублей, не выше. Все, что выше, оплачивается из бюджета республики Крым. Так вот, вернемся к газу. Мы с вами можем много разговаривать о тарифах, но так как сегодня тема газ, я бы все-таки хотел, чтобы наши граждане поняли, что это такое. У нас есть предприятие ГУП Черноморнефтегаз. Это основной игрок на рынке газа. Они газ добывают, они газ приобретают. После того, как Черноморнефтегаз приобрел свой объем газа, он его как бы перепродает предприятию Крымгазсети. Вот самому тому основному предприятию, которое и подает газ по своим системам. Который установил свои цены, опять же. Нет, цены ему устанавливаем мы. Выше этих цены они прыгнуть не могут. Вот Крымгазсети получает, закупает газ у Черноморнефтегаза. И по своей системе, газотранспортной системе, подают уже в ваши квартиры. И вот здесь возникает самая основная цена. Почему? Потому что, к сожалению, в соседних регионах, например, очень много промышленности. У нас промышленность как таковая отсутствует в Крыму. У нас основной потребитель это население. И, естественно, когда идет огромная газовая труба в небольшой поселок, то это вызывает большие финансовые траты на содержание всей этой системы. Вот почему у нас газ не может пока доскочить до уровня наших соседей Южного федерального округа. Петр Сергеевич, вынужден вас прервать. Большое вам спасибо. Всегда приятно общаться с человеком, который влюблен в свое дело. И по нашей беседе это совершенно очевидно. Спасибо, Александр. На самом деле информации было очень много полезно. Я надеюсь, что наши зрители успели что-то взять на карандаш. Ну а что не успели, я думаю, можно будет вычитать в интернете. Ну а наш эфир продолжается. Прежде чем мы перейдем к сюжету, хотелось бы поблагодарить Вячеслава Мартынова, который пришел к нам в гости. Это заместитель председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым.